871 день. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года жители Ленинграда защищали свой город, находясь в блокаде немецко-фашистских войск. Это самый настоящий пример мужественности и самоотверженности в истории нашей страны. Здравствуйте, меня зовут Александр Отжо, и я учитель истории в школе номер 854. Сегодня мы поговорим с вами не о боях и сражениях, не о гениях, тактике и стратегии, а об обычных жителях блокадного Ленинграда, о том, как продолжалась жизнь в заблокированном фашистами городе почти 900 дней и ночей. В декабре 1941 года Ленинград получил электроэнергии почти в 7 раз меньше, чем в июле. Перестало работать большинство заводов, прекратилось движение троллейбусов и трамваев, подача электроэнергии в жилые дома. К январю 1942 года из-за непрерывных бомбовых ударов германской авиации по главной водопроводной станции и сильных морозов в городе вышли из строя центральное отопление, водопроводная и канализационные сети. Жители ходили за водой на Неву, фонтанку и на другие речки и каналы. В жилых домах были установлены временные печки, а также был организован разбор деревянных зданий на топливо. Также с 20 ноября по 25 декабря 1941 года были установлены самые маленькие нормы хлеба за время блокады. Всего 250 граммов хлеба для рабочих и 125 граммов для всех остальных в сутки. Из воспоминаний работавших блокаду технологам на хлебокомбинате Канаевой можно воссоздать рецепт этого хлеба. Мы растягивали запасы муки как могли, клали всего 40%. Остальное примеси – жмых, целлюлоза, овсянка, солод. Мучной пыли, которой раньше клеили обои, уже нигде не достанешь. Для спасения жителей блокадного Ленинграда по Ладожскому озеру была организована дорога жизни. В город везли продовольствие, лекарства, а из города старались эвакуировать жителей. Ладожское озеро и его ледовый режим не был изучен полностью, но риск был оправдан. Большую роль в создании дороги жизни сыграл Михаил Казанский, начальник ледовой службы Краснознаменного Балтийского флота. За две блокадные зимы по ледовой дороге было перевезено более 1 миллиона тонн грузов и эвакуировано около полутора миллиона человек. Для организации обеспечения продовольствием жителей Ленинграда была введена карточная система. Это произошло еще 17 июля 1941 года и сначала не вызвало паники. Перебои с продовольствием появились зимой 1941-1942 годов. Выдавали карточки на мясо, жиры, крупу, сахар и кондитерские изделия, а также на керосин и спички. Но с каждым днем осени 1941 года в Ленинграде их все сложнее было отоварить. Дети блокадного Ленинграда поражают своей добротой и любовью к семье. Во время празднования нового 1942 года в Ленинграде были устроены елки для детей. Всем хотелось праздника и часто дети шли туда не только ради представления, а для того, чтобы просто поесть. Дети блокады вспоминают, что они получили на елке того времени тарелку супа, котлету с макаронами и конфету. Тихомир вспоминает, крошечный горшочек супа, 50 граммов хлеба, котлету с гарниром из пшена и желе. Предполагалось, что дети будут съедать это прямо на празднике, но нет. Ребята несли праздничный обед домой. Не удавалось унести только суп, его съедали на месте, а все, что было более-менее сухим, ребята несли домой, чтобы накормить своих родных. Вообще, если говорить о праздновании нового года, то, несмотря на всю тяжесть блокады, люди стремились отметить праздник вместе, но не всегда это удавалось. Бывало, что люди просто не доходили до места общего праздника. Часто от голода и от болезни люди умирали прямо на улицах. Первое время падающих навзничь проходжих могли принимать за пьяных, но с каждым днем страшной зимы 1941-1942 года таких смертей становилось все больше. Люди стремились встретить Новый год вместе для того, чтобы почувствовать общее тепло семьи, друзей, а также чтобы приготовить один общий совместный праздничный стол. Чтобы получить по карточкам конфеты в конце декабря 1941 года, их выдавали по 800 граммов, приходилось отстаивать длинные и долгие очереди. Нужно было брать то, что давали. Конфеты из на конфеты-то и не похожи, просто какие-то кубики, пахнут мылом и тяжелые. Также Мухина отмечала в дневнике 30 декабря 1941 года, что этот такой суррогат нельзя понять, из чего он сделан. Одним словом, замазка на вкус совсем не сладкая. Но все равно ленинградцы жили и отмечали праздники, ведь жизнь не должна была остановиться. Этому следовали и руководители Ленинграда. В 1942 году Жданов отдает распоряжение об организации футбольных матчей для жителей города. В спешном порядке ищут футболистов ленинградского Динамо, главной команды города до начала войны. 31 мая 1942 года состоялся матч между командами Динамо-Ленинград и командой Эннского завода. Матч собрал огромное количество зрителей. Почитаем газету «Смена» от 3 июня 1942 года. В начале нападения ведут футболисты Эннского завода, но динамовский вратарь Набутов легко берет подряд несколько мячей. В итоге инициатива перешла футболистам ленинградского Динамо. И они одержали сокрушительную победу со счетом 6-0. Этот матч и другие спортивные соревнования, которые проводились в блокадном Ленинграде, давали людям надежду на жизнь, освобождение от врага. Показывали, что город живет и не будет сдаваться. В 1934 году Академия наук переезжает из Ленинграда в Москву, но все равно город на Неве продолжает развиваться как крупный научный центр. Годы блокады были тому не исключением. К примеру, сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии делали все для своего города. Несмотря на то, что 70 сотрудников ушли на фронт, многие вступили в народное ополчение, работали 12 лабораторий. В результате их работы налажено производство спичек, создан заменитель сахара. На здании этого института были часы, которые стали ритмом города, ведь они не останавливались ни на один день за всю войну. Для жителей осажденного города, определяющих по ним время, они стали прежде всего символом жизни. В начале октября 1941 года в Смольном состоялось совещание. Приглашенным на него специалистам поставили задачу организовать производство пищевых продуктов и их заменителей из непищевого сырья. Василий Иванович Шарков, профессор, доктор технических наук, предложил идею. Нужно использовать в качестве пищевых добавок гидроцеллюлозу. Во время блокады ее чаще называли пищевой целлюлозой и белковой дрожжи. Уже через несколько дней члены военного совета, секретари горкома партии, ответственные работники Ленгу Располкома попробовали на вкус хлеб, выпеченный с примесью целлюлоза. Это было событие. На вид хлеб был привлекательный, с румяной корочкой, а на вкус корьковато-травянистый. С ноября 1941 года до окончания 1942 года целлюлоза использовалась как примесь в хлеб в блокадном Ленинграде. Но больше всего меня поразил подвиг сотрудников Всесоюзного института растеневодства. В подвалах этого здания находились образцы разных сельскохозяйственных культур. Тяжелее всего было сохранить образцы картофеля. Хранитель Лихнович вспоминает. Задача оказалась очень трудной. Приходилось охранять клубни от крыс, мороза и от голодающих людей. Дважды в день, несмотря на сильное истощение, добирался я из дома на улице Некрасова, где жил, до Исаакиевской площади, где хранилась коллекция. Каждый рейс в одну сторону занимал около полутора часов. Ленинград с весны 1942 года стал большим огородом. На Исаакиевской площади можно было встретить капустные грядки. Был засеян овощами большой проспект Васильского острова. Огороды возникли на улицах, в парках и скверах, на пустырях и газонах. Особенно много их находилось в окраинных районах. Посевы удалось сделать в том числе благодаря подвигу сотрудников института растеневодства, которые, несмотря на голод и холод, ценой своей жизни спасали образцы овощей и зерновых культур. Настоящим голосом блокады является Ольга Федоровна Бергольц. Ленинградская поэтесса практически ежедневно выходила в эфир и читала свои стихи. Весной 1942 года множество ленинградцев носило на груди жетон ласточку с письмом в клюве. Сквозь года и радость и невзгоды вечно будет в ней сиять одна та весна 1942 года в осажденном городе Весна. Судьба Бергольц была сложной. До войны был расстрелян ее супруг. Она, будучи беременной, по ложному доносу обвинялась в организации покушения на руководителей Ленинграда. Впоследствии ее отпустили, но ребенок родился мертвым. Ее второй муж Николай Молчанов умер во время блокады от дистрофии. Работы на радио было столько, что Ольга не смогла его самостоятельно похоронить. Также по радио был объявлен поиск музыкантов, оставшихся в блокадном Ленинграде для исполнения седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Анна Ахматова назвала ее ленинградской. Шостакович написал три части симфонии в Ленинграде, а после его эвакуировали в Куйбышев, ныне это город Самара, где она и была исполнена впервые весной 1942 года. В августе того же года, чтобы жители блокадного Ленинграда смогли услышать произведение, посвященное им, по всему городу собирали симфонический оркестр, руководителем которого стал Карл Элиасберг. Для того, чтобы он смог собрать всех оставшихся музыкантов, ему выдали велосипед, а одного из музыкантов он буквально спас от смерти. Это был барабанщик из военного ансамбля Айдаров, прикомандированный к оркестру Карла Элиасберга. После репетиции он упал в голодный Омар, и Элиасберг смог найти его еле живого в морге. Музыканта вернули к жизни, и он сыграл на премьере. А с дирижером они всю жизнь дружили. Сам Айдаров вспоминает, что из его маракас был вынут горох, который был съеден и заменен гвоздями. Однако звук был не тот, поэтому дирижер потребовал вернуть нужный продукт. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича стала символом жизни и борьбы ленинградцев против немецко-фашистских захватчиков. Для того, чтобы рассказать о всей повседневной жизни Ленинграда в период блокады, одного урока уж точно не хватит. Но я очень надеюсь, что после нашей сегодняшней встречи вы захотите узнать побольше. Это вы всегда можете сделать с помощью книг, образовательных ресурсов и своих учителей. И закончим строкой из стихотворения Ольги Берггольц. Никто не забыт и ничто не забыто.